Плюс несколько сантиметров за сутки на Алтае началась первая волна паводка. Какие территории на контроле? Китайские студенты за алтайские парты. В Барнауле будут учить специалистов машиностроения и информатики для КНР. Бескривляние и еврейских штампов. Чем ансамбль Алтай удивил зрителей Биробиджана? На Алтае началась первая волна паводка. Из-за резкого роста температуры вода в реках края начала стремительно пребывать местами на несколько сантиметров за сутки. Наибольший рост отмечается в Аллее и Черыше. Там сейчас за обстановкой с помощью беспилотников следят оперативные группы МЧС. Спасатели говорят, что вода в ближайшие дни может пребывать не только из-за резкого потепления. Вторая причина – осадки. Синоптики прогнозируют дожди. Вместе с тем, установка паводка остается стабильной в норме. Активно мы реагировали, прошедшие несколько дней, на ситуацию, которая у нас возникала в Михайловском районе, в Рубцовском районе, в городе Ибийске. Все данные ситуации быстро ликвидировались. В настоящий момент подтопленных домов, объектов экономики нет. Кстати, на следующей неделе в МЧС прогнозируют ледоход. Аллея уже вскрылся, а ледоход на Аби в районе Барнаула ожидают 9 апреля. Особенно следить за паводковой ситуацией спасатели планируют на южном направлении, в Краснощоковском и Третьяковском районах. Жители села Кусак немецкого района жалуются на водоснабжение. У них из кранов бежит коричневая жидкость. И это, по словам людей, никак не связано с началом половодия. А такая у нас бежит вода в кране. Как в какой-то, я не знаю, в каком-то фильме ужаса. Чтобы как-то использовать эту воду в быту, люди отстаивают ее в пятилитровых бутылях. По словам жителей, грязная вода появилась после того, как село перешло под обслуживание местного муниципального предприятия. Люди рассказывают, что иногда вода даже содержала мазут и портила вещи во время стирки. Недавно селяне обратились в Роспотребнадзор. Ведомство провело экспертизу и установило, что вода не соответствует нормам. Она мутная и в ней превышена концентрация железа. В местном комитете ЖКХ нам пояснили, причины грязной воды – изношенный водопровод. Но исправить ситуацию, то есть заменить трубы, по словам чиновников, пока невозможно. В планах специалистов лишь промывка системы. Ни поводок, ни санкции не скажутся на ремонте краевых дорог. По крайней мере, в этом уверяют в Алтайском Минтрансе. Сегодня там рассказали, что в этом году на ремонт дорожной сети направят почти 18 миллиардов рублей. Обновят почти 800 километров трасс краевого и муниципального значений. В этом году, по сравнению с прошлым, денег выделено на 15% больше. Они пойдут не только на реконструкцию дорог, но и мостов. Паводковая ситуация на проведение данных работ не влияет. Почему? Потому что планы ремонтов и строительства строятся с учетом складывающейся традиционной, ежегодной ситуации. Отремонтировать планируется 5 мостов. Ввести в эксплуатацию 7 мостов протяженностью 294 погонных метра в Алтайском, Бийском, Зональном, Залесовском, Солонешинском, Тогульском и Чирыжском районах. Министр транспорта заверил, что материалы для ремонта закупили ранее, поэтому санкции на работах не отразятся. Китайские студенты с нового учебного года в Алтайском крае будут обучаться на инженеров машиностроения и айтишников. А наши студенты по этим же направлениям в перспективе должны получить специальность в КНР. Соглашение об этом на днях подписали Алтайский и Дзянский технические вузы. Подробности далее. Политекс КНР сотрудничает уже больше века. В начале 20 века первые китайские студенты приехали в Барнаул по обмену. С тех пор отношения то укреплялись, то на время прерывались. Но в целом сотрудничество не обрывалось. Первым делом и тогда и сейчас обе стороны делали все для процесса изучения иностранного языка. У них русского, у нас китайского. Мои студенты это бакалавры, которым очень нравится изучать китайский язык. И в будущем они хотят либо продолжить обучение здесь, в России, либо поехать в Китай и продолжить там обучение, либо найти там работу. Сегодня руководство Алтайского и ректоры Дзянского технического вуза снова готовы к более тесному сотрудничеству. Они подписывают соглашение о создании совместных образовательных программ по подготовке специалистов определенных направлений. Прежде всего речь идет о проектировщиках дорог, машиностроителях, айтишниках и технологах пищевого производства. Программа обучения поделена на несколько этапов. Китайские студенты два года учатся у себя в высшем учебном заведении. Мы готовим для них программы, а дальше они начинают, приезжая к нам сюда, здесь продолжают обучение. Выпускники этой программы смогут получить два диплома международного образца, но пока эксперимент будут обкатывать. Сначала оценят результаты обучения китайских студентов у нас. И если они будут положительные, то программу внедрят на постоянной основе. И тогда уже алтайские ребята смогут пройти обучение в Китае. Первых студентов из КНР у нас ждут уже в сентябре. До этого времени стороны должны разработать и утвердить учебные планы. Дмитрий Дроздов, Вадим Быстревский. День с толком. Почти у 80 тысяч жителей края выросли пенсии. Речь идет о людях, которые получают социальные выплаты по инвалидности, потере кормильца и еще ряду оснований. С апреля социальные пенсии по всей стране проиндексированы на 8,6%. Социальные выплаты назначают людям шести категорий. Ежегодно их индексируют в апреле. На этот раз повышение получилось несколько больше прогнозируемого. Изначально коэффициент должен был составить 7,7%. Но в итоге было принято решение поднять цифры индексации до официального уровня инфляции за 2021 год. И теперь средний размер социальной пенсии в крае достиг 11 тысяч рублей. Размер таких пенсий ежегодно устанавливается с 1 апреля с учетом темпов роста прошедшего минимума пенсионера за прошедший год. Они выхаживают малышей с первых секунд жизни. Сегодня праздник у врачей-неонатологов, что лечат новорожденных. С момента образования их службы в регионе прошло ровно 35 лет. По этому поводу наша съемочная группа смогла посетить краевой перинатальный центр. Насколько важна работа самых первых врачей в жизни человека, знает Валентина Аскерова. У меня был спор с мужем. Он хотел Андрей, я хотела Паша. Но все равно, кто мучился, тот и назвал. Маленький Паша родился недоношенным. Всего килограмм 150 граммов. Беременность у мамы малыша Виктории протекала тяжело. На 22 неделе девушка простудилась, а на 31-й ее пришлось экстренно прокисорить. Подзабрала же? Да, уже кило 200. А как сейчас себя чувствует? Ну, нормально. Кушают уже побольше. Мы начинали вообще с грамма. В шпричик молоко набираешь и кормишь. Сами кормите? Да, сами. Каждые три часа. В Алтайском крае в среднем рождается около полутора тысяч недоношенных детей ежегодно. С экстремально низкой массой тела, то есть менее одного килограмма, около ста новорожденных. Такие малыши требуют круглосуточного наблюдения. А его 35 лет назад не было. Это напрямую отражалось на младенческой смертности. До того, как был выделен отдельный специалист, врач-ноанатолог, в родильных домах были приходящие врачи-педиатры. То есть они приходили в день, осматривали детей и уходили домой. И, соответственно, помощь оказывалась не совсем полностью. Из тысячи детей погибали 20 детей до года. Сегодня из тысячи детей погибают не 20, а 4. Показатель смертности удалось снизить после создания в 1987 году неанатологической службы. Если вы прочитаете о специальности неанатологии, то это первые 28 дней. Но я хочу сказать, что неанатология – это не 28 дней. Это врачи-педиатры. Во-первых, они из педиатрической службы все пришли. Они могут распознать хирургическую патологию, они могут распознать кардиологическую патологию. У нас дети и готовятся к кардиологическим операциям, и забираем мы потом их из центра Мехашалкина, и выхаживаем после кардиохирургических операций. Тепло ли малышу? Развиваются ли органы? Стабильно ли дыхание? За этим всем пристально наблюдают врачи-неанатологи. А что касается Виктории и ее сына, то они ждут прибавления веса до 2 килограммов. Тогда вершинины смогут отправиться домой. Сегодня преждевременные роды совсем не приговор. В большинстве своих случаев недоношенные дети ничем не отличаются от остальных и ведут полноценный образ жизни. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. В деле резонансной драки на Старом Базаре рано ставить точку. Прокуратура сочла слишком мягким решение суда отправить Михаила Старцева в колонии строгого режима на 6 лет и обжаловала приговор. Об этом сообщает московский комсомольец на Алтае. Напомним, Михаил Старцев, или боксер, как его поначалу называли в СМИ, нанес удар, повлекший смерть Павла Рохлова. Это произошло 27 июля 2020 года. Все это время шел суд. Вдова погибшего настаивала на строгом наказании, в то время как адвокаты Старцева настаивали на том, что удар Михаила не был смертельным. Суд принял во внимание неудовлетворительное здоровье Старцева и двух его малолетних детей и вынес приговор 6 лет колонии. Теперь суд по требованию прокуратуры, возможно, пересмотрит свое решение в сторону ужесточения. Юные радиотехники со всего Алтайского края и соседней Кемеровской области сошлись в многоборье. Моделирование схемы, паяльник и платы – орудия любителей весьма популярного в советские годы, но отнюдь не дешевого увлечения. О ходе не совсем обычных соревнований в сюжете Артема Гусельникова. У юного рубцовского радиотехника Владимира Савченко любимые предметы – паяльник и чертежи. Пайку попробовал несколько лет назад. Увлекся ей настолько, что хобби довело до состязаний. Сегодняшнее многоборье для школьника уже третье по счету. Самое интересное было – это разобраться в маркировках. То есть в детстве мне было интересно, что это за цветные детальки, а сейчас я понимаю, что где обозначается. Например, цветовые обозначения на резисторах. То есть есть специальная таблица, где прописаны цвета, обозначения цветов, нумерациями. На прошлом многоборье Владимир занял второе место в теоретическом зачете и третье – в сборе плат. Для победы в этом году конкурсантам необходимо спаять схему, подключив которую к магнитофону заиграет музыка. Для детей на самом деле интересно, конечно, это процесс творческий, процесс трудоемкий, именно изготовление самой конструкции. Здесь качество монтажа, правильность установки компонентов, работоспособность схемы, технические характеристики схемы. Следующий этап соревнований – самостоятельный чертеж электросхемы. После из нее создадут печатную плату. При этом она должна быть односторонней. Так эксперты оценивают умение грамотно и компактно размещать элементы. У нас задача состоит именно сделать плату вручную. То есть ребята прослеживают все связи, которые идут между элементами, пытаются выбрать наиболее короткую связь. Но это, в принципе, развивает логическое мышление и другие направления, ну, также радиотехнические и так далее. И еще один важный этап – защита собственных проектов, сдача теории и сеанс безопасной передачи радиосигнала. Итоги нестандартного технического многоборья подведут уже завтра. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком. Как жить по совести, без протекции и взяток? Уже 8 апреля актуальную в любые времена тему поднимут артисты музыкального театра. Здесь осмелились поставить мюзикл по произведению Александра Островского «Доходное место». На одной из финальных репетиций побывали наши корреспонденты. Четвертый и шестой. Соболя жемчуга и любовь не покупают. В оркестровой яме готовы к прогону. Никаких фонограмм, все вживую. Композитор Андрей Кротов написал музыку специально по заказу театра. Его супруга Нонна – либретто. Эта музыка, скорее всего, носит изобразительный характер. Потому что все-таки у Островского характерные роли, характерные герои. Есть ритмы, похожие на танго. Совершенно мало ритмов, которые связаны, скажем так, с вальсом. Может быть, ритмы ближе к каким-то... Ну, рок – это, наверное, слишком сказано. Иными словами, современное прочтение пьесы 19 века. Декорации и костюмы – тоже некий микс прошлого и настоящего. Режиссер уверен, несмотря на то, что между публикацией пьесы и постановкой мюзикла прошло больше века, сами люди не сильно изменились. Человек проверяется там, да, и искушением деньгами, и любовью, и какими-то, может быть, важными приоритетами в жизни, да. Я попыталась сделать такой ход через материальное. Я ввела действующее лицо деньги, да, и вот как раз через эту энергию, через... Ну, мы очень сильно зависим от испытаний, какие проверки проходят все абсолютно персонажи, какой итог у этих персонажей. Ну, вот, пожалуй, вот это очень сильно хотелось, наверное, донести. Репетирует традиционно двумя составами, но главный герой все же будет один. Жадова играет молодой, но уже известный зрителям музыкального Андрей Булгаков. Материал он назвал сложным, все-таки классика, но герой ему близок. Прежде всего, идеалами и мечтами, да и возраст у актера и героя одинаковый. Потом, когда происходит у нас второй акт, и он у нас женится, вот тут интересно. Вот тут интересно, как он переступает через свои идеалы, как он это делает ради своей любви, и сможет ли он от этого отказаться, сломает ли это его, и как он с этим будет бороться, вот это для меня интересно, вот это борьба. В театре уверены, что мюзикл в двух действиях зрителям тоже будет интересен, и ждут на премьеру с 8 по 10 апреля. Долгостанная ваша любовь! Долгостанная ваша любовь! Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Барнаульский ансамбль русского танца школьные годы взял гран-при на 14-м международном творческом фестивале-конкурсе «Москва верит талантам». Как ему удалось стать лучшим среди 30 сильнейших хореографических коллективов со всей страны в сюжете София Яценко. В зале хореографии Дома художественного творчества, как всегда, громко. Под живой баян дети оттачивают каждое движение танцевального номера. Педагог не дает расслабиться ни на одной репетиции. Такая отдача и стала залогом головокружительного успеха на международном конкурсе в Москве. Там барнаульских танцоров признали лучшими, причем во всех возрастных категориях. Эмоции переполняли, очень рады были. В день конкурса мы очень волновались, и сидя в зрительном зале на награждение, мы очень переживали, кто же возьмет эту награду. От конкурса получили незабываемое впечатление, потому что все-таки в Москве получить гран-при – это значимая цель в нашей жизни, как коллектива, так и лично для меня. Нас позвали в Санкт-Петербург, как лауреата в первой степени. Ну, надеюсь, все получится, никаких проблем не составит, и наш коллектив также поедет на этот конкурс. В общей сложности – пять дипломов лауреата и гран-при. Ансамбль школьных годов обошел 30 коллективов со всех уголков России. Наверное, одними словами не передать это, но была, конечно, большая радость, большая гордость, да слез приятно. Впереди у большого коллектива, в его составе больше 100 человек, не менее ответственное мероприятие. В апреле ансамблю исполнится 25 лет. Как всегда идет подготовка, каждый день репетиции, репетиции. Приглашаем всех 24 апреля в ДК «Города» в 18.00 на наш юбилей. Анастасия Драган, София Яценко, Александр Антропов. День с толком. А далее – блуждающие звезды. Речь идет о гастрольном туре ансамбля «Алтай». Спектакль по роману «Шалом Алейхама» наши артисты привезли в Биробиджан, в столицу Еврейской автономной области. Зрители уже оценили спектакль. По их словам, получилось бескривляние и еврейских штампов. Подробности далее. Они зажгли Биробиджан. На сцене Хава Нагилов переводит «Давай возрадуемся». В исполнении ансамбля «Алтай» исключительные манеры еврейского танца, характерные костюмы и эмоции. В Еврейской автономной области наши артисты представили на суд зрителям спектакль блуждающей звезды по роману «Шалом Алейхама». «Зал аплодирует стоя. Это лучшая оценка для артиста». «Принести этот колорит нашей области, показать все ее тонкости в костюмах, в движениях, в пластике. Ну то есть это прям вот молодцы. Мы очень довольны, очень рады, что мы приехали». Добавим, что сейчас ансамбль «Алтай» находится в большом гастрольном туре по регионам. 6 и 7 апреля артисты выступят уже перед жителями Амурской области, в Благовещенске и в Белогорске. Ирина Корчагина, День с толком. На одной волне с олимпийскими чемпионами. На всероссийском турнире по греко-римской борьбе в Новоалтайске действующие спортсмены смогли перенять опыт у известных экс-чемпионов. Среди последних – чемпионы мира и Европы, а также победители Олимпийских игр. Как прошла и чем надолго запомнится эта встреча, расскажет Дмитрий Дроздов. Полторы сотни борцов из разных регионов России. И у всех одна цель – взять золото. На одном из самых авторитетных турниров в памяти Ивана Григорьева никто не хочет облажаться. Ведь среди зрителей-экспертов есть бывшие топ-чемпионы. Все школы греко-римской борьбы в Сибири – достойные соперники. Алтайскому краю хорошую конкуренцию создают борцы из Новосибирска и Красноярска. И чем турнир сложнее, тем лучше опыт и большая работа над ошибками. Чтобы ребята проборолись к следующему сезону. Посмотрели, над чем работать летом, чтобы на следующий год подготовиться к кругам федерального первенства России. Каждый раунд азартен и интригующ. Их дополняет мастер-классы от известных экс-чемпионов. Последние, признаются действующие спортсмены, дают мощный стимул для развития и работы над собой. Ведь среди именитых борцов есть те, кому покорился Олимп. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...